добрый день утро вечер всем кто наблюдает за нашими видеозаписями на канале планета дзюдо я роман карасев владислав макаров и сегодня тема которую мы хотим немножечко помусолить ее как тесто она выскочила не случайно потому что у нас было турне по югу россии мы посетили много клубов дзюдо школ спортивных пообщались с разными тренерами директорами спортивной школы с людьми сами с собой беседовали до пока ехали на машине и вот какой вопрос есть такое ходит такое распространенное понимание что тренер как бы работа неблагодарная что учитель учитель работа неблагодарная это вообще многие слышали и слышали это просто в школах да такое тоже говорят типа учитель но мы к вопросу о педагогической педагог работа неблагодарна по крайней мере вот мы так в разговоре услышали такую фразу она была и я хочу вот у нашего уважаемого педагога эксперта в области раскрытия чакр Владислава Макарова раскрытия чакр Влад, ты преподаватель имеешь большой стаж да это работа неблагодарная это можно так вот перенести что это не работа это призвание наверное потому что ну как один человек говорит что ты не сможешь если уж про карму то пошло если у тебя в прошлых жизни не наработано ты не сможешь с людьми работать то есть у человека хоть и есть все задатки любые там до семи лет можно сформировать скажем так но все равно есть какая-то предрасположенность понятно окружение играет роль то есть если ты на арене цирка вырос там с колыбельной то у тебя и путь будет такой цирковые артисты понимаешь то есть вот вот что закладывает я так думаю но здесь про призвание что если работа благодарная ли она ассенизатором там благодарная для работы да ну как нас в советском союзе учили все работы хороши выбирай там на вкус а сейчас почему-то вот началось что это престижно это не престижно то есть чуть-чуть вот это высокооплачиваемые понятия сместились но но к сожалению от общего от общего да мы пришли к индивидуальному скажем так а наше вот такое подсознание ну вот как что страна большая многонациональная скажем у нас ну и мы выросли в советском союзе то есть у нас вот общее было а сейчас вот навязывается ясно ты так влад говоришь мы выросли в советском союзе мы выросли детьми но созрели то мы не в советском союзе а все формируется да сам знаешь вот мы даже тренер сказал если до 14 лет не стал бороться то все дальше уже хорошо ты говоришь что насчет а вот работа и ты говоришь призвание хорошо призвание педагога делать неблагодарный ты вот как вот можешь вот сейчас допустим долго не рассусоливая до ли сказать бортов работу учителя делать неблагодарные призвание учителя дело неблагодарных вот и мужчин потому что где две ветви работа или призвание скажи Ну, призвание, оно или есть, или нет Но это дело неблагодарное Быть призванным, быть учителем Это, я Прям в тупик меня ставишь Как Алексей тут Чей лучше, мой или твой Сейчас, дай Три секунды мне Собраться Пока Влад собирается, музыкальная пауза Смех продлевает жизнь Ну, она, конечно, если ожидать Благодарная Она неблагодарная А можно я вот дополнить А я так и скажу Можно дополнить Вот ты хорошую вещь сказал Я сказал, работа учителем Благодарная Дело неблагодарное Ты сказал Призвание Если это призвание То это уже не работа То есть, и вопрос Благодарность, неблагодарность Теряет смысл А если ты занимаешься этим Только исходя из того, что ты работаешь А, соответственно, любая работа Должна быть оплачиваемая Согласен То это она уже благодарность тебе То есть, если ты получил за нее деньги Ну, ты же работать пришел То ты, значит Но Ну, значит, мало получил Да, значит Вопрос стоит в том просто Недостаточно Какую сумму финансовой компенсации Учитель хочет получать Но мы всегда знаем Человек по природе своей Такого, что ему, как говорится Как в сказке То это маловато будет Всегда Да? Вот И Тоже мне запомнилась Фраза Встречи Одного учителя С Бывшим президентом Российской Федерации Медведевым Я там на каком-то встрече Задал вопрос Вот я учитель Зарплата там что-то 8 тысяч Или 9 тысяч рублей Вот как на такие деньги прожить Вот А кто-то вот занимается бизнесом Там у него такие зарплаты На что был ответ И я согласен с этим ответом Президента Ну, вас же никто не заставлял Быть учителем Идите и станете этим Бизнесменом Президентом Или президентом У вас все равно Никто не мешает Пожалуйста Как говорится Но У него-то У этого человека У него не призвание получается Он пришел работать Потому что он хочет получить деньги Я думаю так Что Вообще Постановка вопроса И как только мне кажется Ты говоришь Что Сам себе Что Моя деятельность Моя сфера деятельность Неблагодарная Ну Мне кажется Надо сразу Как говорится Чемодан собрать И выйти И выйти из этого вагона Выйти из этой деятельности Потому что Правильно Ты говоришь Что ты Благодарность Получаешь в процессе Творчества Тогда В разряд Не Как это Не обязанностей А В разряд Твоей Наслаждения Творчеством Да Ты уже Благодарен Просто потому Что ты можешь этим заниматься Да Это вот Уже тебе Благодарность То что многие Даже не могут этим заниматься Ну хотят Но не могут Как ты говоришь Да Есть такие Которые Но не предрасположены К занятиям Допустим Педагогики Быть учителем Это можно ко всему Допустим Быть военным Благодарное дело Неблагодарное Быть врачом Вот тоже говорят Да Там Сегодня Допустим Это актуально Вдруг Везде Пишут Рекламные Мы благодарны Врачам Подождите А до этого Что До этого До этого Не надо было быть Благодарным Добром не грянет А где до этого Или врач работает Только за благодарность Или как Или тоже врач Может сказать Ой Моя работа Неблагодарная Как так Может Как только Вот Как только Встал вопрос этот Сразу надо Заканчивать Все Или Или как-то Разобраться в этом И понять Для себя Для чего ты этим занимаешься Для того Чтобы получать благодарность И что все тебе говорили Ой спасибо Ой спасибо Или ты просто Радуешься этому Просто вот тебе Это дополнительно Улучшает твою жизнь Она и так прекрасна Она и так прекрасна Но это еще лучше Да Сделало Качественнее твою жизнь Но А почему бы нет Вот И я посмотрел Может быть Немножко Вот на самом деле Замыленное Это вот такое понятие Типа учитель Или да Тренер Делал неблагодарное Почему Потому что Вот посмотрев на тех Учителей С которыми мы общались Тренеров Они по-разному Да На разной Ну Да Они на разном Но Да Вот мы как бы Там допустим Разговаривали с одними Три Опять все-таки Я заметил Если Человек занимается Этим Потому что Это призвание его И он делает это Не потому что Сколько ему заплатят А вопреки Он тоже может уставать Иногда Уставать-то мы все можем Но Значит Надо использовать Технологии Которые мы преподаем Для расслабления Для восстановления Для восстановления То есть Опять круг замкнулся Мы К тому О чем мы говорили Что Если я Знаю Какое-то ремесло Я могу его использовать В различных Областях Как для Совершенствования Своих возможностей Так для Восстановительных мероприятий Одно и то же Искусство Я могу использовать Взять то же самое Допустим Элементарно Рубка дров Я дровосек Я могу рубить Для того Чтобы количество Нарубить А могу рубить В таком Рекреационном Варианте Могу же Так направить Своё искусство Что я Действия одной Результаты разные Мы находимся В одном Мы находимся В искусстве Но по разному Степень применения Этого искусства Для разного Конечного результата Так же И Здесь в вопросе О Благодарность Или неблагодарная Работа Тренера То есть Находясь в искусстве Быть педагогом Мы можем Опять таки Если у нас Есть на то Желание Использовать Методы То есть у нас Раскрытый кругозор Для того Чтобы эти методы Нам давали Ощущение Вообще Вообще не давали Даже ощущение Вопроса О неблагодарности Чтобы он даже И не возникал Да На этом На этом мы заканчиваем Нет, делаем перерыв Да? А нет Мы обсуждимся Это красно Слава Богу Подводим итог Вопрос был такой Работа учителем Тренером Дело благодарное Или неблагодарное И мы поняли И мы поняли Что если мы ставим Вопрос Что это работа Тогда Неблагодарно Тогда может быть Здесь как бы Двойной идет Ну да А если это призвание То здесь этот вопрос Даже вообще стоять не должен Если это твое призвание Ты как бы в этом Ты уже сам благодарен Ты уже сам благодарен То что тебе Такая возможность Такая возможность Предоставилась Поэтому прежде чем Что-то сказать Подумайте тщательно И действуйте решительно С вами был Роман Карась Сегодня у нас Самая короткая Вообще Беседа За всю историю И Влад Макаров Занимайтесь Сестра таланта Занимайтесь Чем хотите